Ночи добрые, на связи я вам Кабацкий, сегодня мы продолжим с вами проходить в Шерлок Холмс и Секрет Ктулху, это вторая часть, и сегодня мы с вами отправимся в порт, прямо на кэбе. Приветствую, мистер Холмс! Ага, вот он, порт. Причал 13. Зачем мы здесь, Холмс? Бх, а тут мрачновато. И так холодно. Вы абсолютно правы, Ватсон. О, а вот и Пап, там и согреемся. Отличная идея, Холмс. Хе-хе-хе. Ну да, можно трактовать про... Что скажете, Холмс? А теперь он что, бегает за нами? Да, теперь он бегает за нами. Прикольно. Просто, кто не в курсе, это уже ремастер-эт-версия у нас. Раньше... Ну теперь это выглядит, наверное, очень странно. Хе-хе. Да, вот эти побегушечки. Ну да, знаете, так, посмотрим атмосферно. Там что-то есть, но... Почти ничего не видно, краем глаз только. Корабль. Лодки затонувшие. Не знаю, косяк это или нет, но причал там дохлый. Да, теперь он будет нелепо за нами бегать. Хе-хе. Раньше, в классической версии, как было, он стоял, вот ты смотришь на него, он стоит, не двигается. Ты отвернешься на секунду, ты ждешь дальше, повернешься, хоп, он за тобой тпхается. Это надо было так нелепо и странно, когда еще с одной стороны посмотрел, хоп, и по другим колонам глянул. И в итоге увидел его же. Ну да, такой себе. Было удовольствие. Да, лодки затоплены. Можем тут полазать, если ход са. Ничего нет. Юг 13-го. Ну красиво, атмосферно. Кстати говоря, не сказал я это в прошлой части, могу сказать сейчас. Я рекомендую смотреть ночью это прохождение, ну или вечером, поздним вечером. Ну, потому что атмосфера и все такое, баба. Добрый день, сэр. Будьте добры, подайте две кружки вашего самого лучшего пива. И если не составит труда, ответьте на пару моих вопросов. Конечно, сэр. Чем могу служить, сэр? Мы с моим другом ищем человека, который работает на одной из рыбацких лодок с паровым двигателем. А вот название лодки, честно говоря, не помню. Знаете, милорд, сюда каждый день причаливают десятки таких лодок. Как выглядит ваш парень? Довольно крепкий парень, примерно вот такого роста. Носит подбитую обувь. Но, сэр, под это описание подходит больше половины моих посетителей. Боюсь, я не смогу вам помочь. Попробуйте спросить у старика Харпера. Он живет неподалеку отсюда, за мостом, у складов. Вы его дом сразу узнаете. На нем нарисован огромный якорь. В любом случае, большое спасибо. А не подскажете, что с вашим другом? Ну, просто любопытно. Он уже несколько недель ждет новый протез для своей руки. Его должны были вчера прислать, но пока ничего не слышно. Вот он и взялся пить. Черт, прошлой ночью меня во сне укусила блаха. Я решил почесаться и перепутал руку. Ай! Но это еще не самое худшее. Только представьте, прошлым летом у меня были глисты. Глисты? Да! Глисты! Так же... Так кто же во сне перепутал руку? Боже! И я потом три недели не мог сесть. Не завидую ему. Что ж, джентльмены, спасибо еще раз. До свидания. Вот вам и низшие слои общества. Вы уже навестили старика Харпера? Сейчас навестим. Прошу прощения, мистер. Не могли бы вы... Простите, но у меня нет никакого настроения болтать. Оставьте меня наедине с моей выпивкой. Ладно, ладно. Наверх не подняться. Я говорю, от игры с юморком все нормально. Порой довольно интересные фразы. Появляются красивые картинки. Особенно в центре корабля английский. Это индийский походу флаг. Да, похоже. Британского раджа. Красиво. Особенно вот эта, да? Лягушка. Да, лягушка выглядит крайне прикольно. Там внизу подпись, но она нечитабельная. Прошу прощения, милорд. Но это частная собственность. Вход сюда воспрещен. Прошу прощения, милорд. Все, все, мы поняли. Что-то там, значит, интересное. Хотя казалось бы, может быть мы хотим присесть туда. Кружки пива так к нам и не подали, так полагаю. Ну, может быть подали. Но... Пить с отецами не стали. Ладно. Харпер так харпер. Погнали к харперу. По лужам ходим. Да, эффекты добавили. Игру немножко разнообразили. Это чувствуется. Довольно пасмурно и мрачно. Сейчас будет атака. А, да. Спасибо за что-нибудь хожу, кого пожелали. А вот он и якорь. Customs. Подождите. А, нет, все правильно. Веревка. Эта потрепанная веревка выглядит крепкой. Следов сажи на ней нет. Что с тобой, Ватсон? Ватсон, ты упоролся? Ну, явно на эту систему не отлаживали, не тестировали. А почему описание объясняется такое? Насчет крепкой, это по обуви можно опознать, по тяжести шагов. Насчет крепкой, ну это я уже сказал, насчет этого. Почему... Ватсон, ты успокоишься? Что скажете, Холмс? Я скажу, что ты немножко болен. Ватсон, не подходи ко мне, я слежу за тобой. И сзади ко мне не подходи. Блин, я боюсь с ним поворачиваться спиной. Ты не подходи ко мне. Ватсон, что с тобой? Ватсон... Ватсон, цыц. Ватсон, спокойно, мы только друзья. Мы только снимаем вместе квартиру. Еще более, не подходи ко мне, маньяк. Блин, тупик. А мы тут... О, нет, нет, нет. Фух, он остановился. Так, если аккуратно... Фух, проскочили. Эээ, какой ужас. Насчет того, что паровой двигатель именно был, потому что сажа угольная. Пар. Проще. Сюда, наверное. Тут закрыто. Здесь никого нет. Здесь никого нет. Там какие-то индусы, кстати говоря. Но у кого-то тоже интересно. Ох, ну типичные индусы. Простите за беспокойство, но я ищу мистера Харпера. Вы его не видели? Он живет в доме напротив. Он уходить. Корабль, корабль. Ватсон, какой знакомый акцент. Непали. Непали. Эти люди непальцы. И надо же такому случиться, что я как раз знаком с этим диалектом. Непали? Холмс, вы уверены? Он уходи в семье главные элементы. Кхе. Уходи в т kiddo рекормика деткам. Кхе. Ох, ну типичи, Pokémon. Эти люди отравлены брехов поближе можно к brokersку дальше或者 сделать!? Она говорит, что здесь был незнакомец, и он расспрашивал о её семье и сыне. Незнакомец из порта. У него был серебряный глаз. Да-да, серебряный глаз. Отвратительный человек с серебряным глазом. Она говорит, на алтаре вещи её сына. А она разрешает нам их осмотреть и даже взять что-нибудь, если это поможет вернуть ей сына. Но какое отношение это имеет к слуге капитана Стэнвика? Хороший вопрос. Может быть, похитил их один и тот же человек? Шоколадная музыка. Эта вещь не из Непала. Похожа на серебро, но, судя по весу, это подделка. Это его фотка, так полагаю. Вообще, Непал довольно интересная страна, у них особенно гимны веселые. Сая Тунга мне напали, мечи молокаи. Сая Тунга мне напали, мечи молокаи. Что-то такое там, типа. Тунга Непали. Сая Тунга не напали, мечи молокаи. Вот там мечи молокаи поётся. От мечи до молокаи. Непал страна не очень-то большая. Вот мне, кстати говоря, интересно. На самом деле, я же Непальский-то не знаю. На самом ли деле, это Непальский язык? Или... Здесь никого нет. Значит, у нас есть железная медальон с пеликаном. Ну, давайте вернемся обратно, что там скажет. Бармен, может, что-нибудь и скажет. И пойдем дальше. Но одно другому не мешает. Можно и пробежаться. Тут карта. Дом Непальцев, ага, добавили. А ТП-ха же есть у нас. Да. Надо пойти разбегать. Приветствую ещё раз, сэр. Не будем зря тратить время. Нам удалось выяснить кое-что новое о моряке, о котором мы с вами говорили. У него есть особая примета. На месте одного глаза у него серебряный шар. Да это же никто иной, как грязнуля Сомерс. Отвратный тип, надо сказать. Где его можно найти? Скорее всего, он отплыл отсюда вчера ночью. Он приходил сюда вечером нанимать рабочих. Как он вел себя, пока был здесь? Он хорошо мне заплатил, и я позволил ему занять столик за той занавеской. Весь вечер к нему подходили поговорить о работе разные парни. Но он, видимо, чего-то боялся и сильно нервничал, потому что всю ночь за нож держался. Позвольте осмотреть место, где он сидел. Конечно, если это вам хоть чем-то поможет. Ну, это интригует уже. Вот поэтому нам и не давали доступ сюда. Эти зарубки кажутся очень свежими. Здесь четыре символа. Угу. Странные символы в пабе. О, даже добавили бумажку. Раньше я помню, этих бумаж... Эту бумажку не добавляли, и приходилось их либо перерисовывать, либо запоминать, а если забыл, бежать обратно. Ну, здорово. Нашли что-нибудь интересное, сэр? Прошу прощения, мистер. Не могли бы вы... Простите... Все, 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 мы поняли. Ну и куда идти, теперь вопрос меньше интересный. Ну, в теории. Ну, ладно, пойдем дальше. Может, Непальцем-то коснуться. Ну, я сомневаюсь, что Непальцем что-то новое скажут. Ну, пойдемте дальше. Так, опа, тут книжка. И записка. Ну, явно можно будет потом взаимодействовать. Пока просто запомним это. Нажался? Что с его туловищем? Вы это видите? Он напополам разделился. Смотрите, Ватсон, этому юноше плохо. Будьте так любезны, осмотрите его, вдруг что-нибудь серьезное. Молодой человек, вам плохо? Фу, Холмс, он вовсе не болен. Он пьян. От него так и разит спиртное. О, я не виноват, клянусь. Ой, голова раскалывается. Меня заставили пить. Банда молодчиков. А потом, ко всему прочему, украли у меня посылку. Ой. Что вы сказали? Вас заставляли пить? Расскажите, что именно произошло, и не упускайте ни одной детали. Вчера мне нужно было доставить посылку в дом неподалеку отсюда. У складов меня остановили какие-то парни. Вытащили ножи и дали мне бутылку. Сказали, если мне дорога жизнь, я должен пить. И надо вам сказать, я пил залпом. Пил и пил. Потом у меня закружилась голова, а дальше ничего не помню. Очнулся я пару минут назад, а посылки нет. Но зачем они это сделали, Холмс? Это же элементарно, Ватсон. Им нужен был подопытный кролик для испытаний их ужасного зелья. Скажите, это одна из тех бутылок, которые они вам дали? Точно сказать не могу. Возможно, меня мутит от одного ее вида. Хм. Необычный вкус. И, надо сказать, не совсем мерзкий. Если чувства мне не изменяют, а они мне не изменяют, здесь явно чувствуется свекла. Что вы намерены делать, Холмс? Нужно разыскать этих алкогольных дел мастеров. Если они работают в этом районе, то наверняка могут рассказать нам немало интересного. Ой, как же болит голова. мне так... Ну да, тебе так плохо. Только самогоны. Ну, интересно. Ну, погнали их искать. Ну, атмосферно так. Мрачновато. Чувствуется атмосфера мрачного бедного Лондона тех лет. Времен. Ну, бедного, я имею в виду, бедных районов. Ну, наверное, это здесь. Эта часть склада прекрасное убежище. До нее непросто добраться. Так что? Мне кое-чего не хватает. Бутылку. До мне пальцев мошенники. Чего? Полагаю, рецепт этого прекрасного напитка принадлежит вам? Зависит от того, кто вы такой. Если вы из полиции, я не имею к этому никакого отношения. Если нет, с вас два шиллинга. Заманчивое предложение, но, к сожалению, для меня этот напиток слишком крепкий. Однако я с удовольствием заберу посылку, которую вчера случайно забыл здесь один мой приятель. Опа. Отдали. Посылка. Укроем. Опа. Крессорки. Так что? Так что? Мне кое-чего не хватает. Ну, очевидно, что рука для того самого чудика, который ждет посылку. Да, мне тут пришли отсюда. Хочу глянуть, а что здесь у нас? Ну, разработчики... А, это туда как раз и есть. Разработчики рисовали, старались. Не игнорировать же их труд. Довольно мрачно. Ну, мне нравится такая атмосфера. Надеюсь, она нравится и вам. Тут какие-то склады. Шутковато. Какое-то надгробие. Надеюсь, тут есть другой проход. Ну, да. Складская часть. А тут сторожка, где, по идее, должен кто-то стоять, но никто не стоит. Заброшенный склад. Ну, скорее, не заброшенные даже такие помещения, где особо никто за чем не следит. А, ну, тут с другой стороны мы вышли. Судно явно тоже заброшено. Так, этот чувак свалил уже, я смотрю. Ага, тут он сидел. Я так полагаю, можем тпить в свой бар. Паба. У меня для вас отличные новости, сэр. Я принес вам то, чего вы так ждали. О! Спасибо, сэр! дайте я вас расцелую. Эй! Не надо здесь ничего разбрасывать. Наверное, хотел сказать выбрасывать. Посмотрите, даже скрипки есть, как я и заказывал. Давайте же отпразднуем это дело и выбьем по одной. Ну, крюк, я так полагаю, раз он ему не нужен. Это может мне пригодиться. Нет, мне нечего ему. Нашли что-нибудь интересное, сэр? Ну, у нас есть крюк, у нас есть веревка и медальон с пеликаном. Мм, веревка с крюком. Хорошо, а просто зачем? А, кстати, подождите, а если показать вот этот значок не пальцев? что? Еще один вопрос. Вы когда-нибудь видели это раньше? Да, один из портовых рабочих, странный парень, подарил такую штуку Браноку, члену нашей шайки. Он хотел, чтобы Бранок присоединился к их братству или что-то в этом роде. Примерно недели две назад, а через два дня Бранок пропал и с тех пор его никто не видел. Как выглядел тот человек, который подарил ему подвеску? Невысокий, крепкий. Носил красную кепку. Еще у него заячья губа. Вы наверняка найдете его у склада 12. Браноку он сказал, что там работает. Благодарю. Кстати, мой друг почтальон очень плохо себя чувствует. Вам стоит изменить рецепт. Я и сам об этом думал. Свекла была недостаточно гнилая. Надо подольше выдерживать ее в воде из точной канавы. А теперь проваривайте. Вы оба. Ну, здорово. Нас инфой снабжают. Значит, склад 12. Ну, погнали искать склад. Тут же они были у нас вроде как. Да-да-да, мы же проходили около складов. колодец. Низ посмотреть не можем. Ладно, это 13. Вот 12 склад. Ворота заперты на засов, окна закрыты. Как же попасть внутрь? Ну, зачем? Зачем нам нужно проникновение со взломом? Холмс. Да, митли на карте. Тут есть дыра. Мне кое-что нужно. Наверное, крюк туда закинуть. А, угу. А, типа протереть ее. СБ. Браво, Холмс. Это элементарно. Ватсон. О, кажется, клюет. Отличный улов, Ватсон. Но я лучше отпущу добычу на волю. После вас. Ну, вот и склад. Ломик пригодится. Это может мне пригодиться. Опа. На кончике этой шляпной булавки кровь. Кровь. паспорт Эймоса Колби. НК 249 360 554 Имя Эймос Фамилия Колби Национальность Американец Дата месторождения 20 апреля 1852 года Бостон, Массачусетс Дата пересечения границы 22 августа 1894 года И тут странный какой-то рисунок Шутки Нарисована кровью и булавкой Смотрите Ватсон Это страница из американского паспорта Некто Эймос Колби 36 лет из Бостона Штат Массачусетс В Англию прибыл три недели назад Интересно зачем На обороте страницы есть рисунок На нем изображен какой-то демон И Господи Холмс Он нарисован кровью Похоже тот кто уколол себя этой булавкой и является автором демонического рисунка Спокойствие только спокойствие Но оно нам понадобится Мне кое-что нужно Парусина Судя по ярлыку габариты этих ящиков два метра на метр и на метр Можно людей перевозить них Ведь правда Кто-то опустошил эти ящики из-под парусов и приспособил их для чего-то другого подходящего по форме Перевозка тел О боже Холмс Вы хотите сказать Все эти ящики умей с ней назвать гробами Ну он читает мои мысли Тут лампы есть Кровь Да это кровь Это определенно кровь Следы Следы ведут вниз Смотри следы мы не можем да Как мы не справимся Нам не поднять такую тяжесть Давайте поразмыслим Ватсон Ни одна загадка не устоит перед ясным умом Ну с этим точно не поспоришь Так 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 Веревка Наверное их чему-то надо привязать Мы все посмотрели Да вроде как Ну только я не понял одного По идее мы должны А все появилось я не заметил этого Сюда одну привязать а вторую Потянуть за нее Сила рычага Непонятно Или подождите Эта штука не двигается О чан То что надо Раньше по-моему это выглядело по-другому А А тут еще воду наливать надо наверное для веса или нет Или чан наверное достаточно будет ХЗ сейчас посмотрим Я не могу это сделать Что именно надо водой наверное наполнить да 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 водой иначе он будет слишком легкий Теперь это похоже на правду Теперь за раз додвинулся с водой с тяжелой где логика То есть мы его толкали поэтапно пустой а с водой он быстрее потянулся Я не могу это сделать Мне нужно ножик или что Браво Холмс Ну это просто Ватсон мы должны тщательно обыскать это место Времени очень мало Ну да если кто-нибудь спалит Боже мой Холмс где мы Тише Ватсон У этого места есть уши и глаза Но нам свет то хотя бы включит Да Ну Выглядит жутковато Жутковато появление было Тут кнопки Так вот тут нам вот эти зарисовки понадобятся Они должны образовывать рисунок по-моему да совместно Первая такая загогулина Значит рандомно генерируется Первый это понятно Вот тут этот символ да Да Очевидно значит это будет Вот вот это загогулина да Да Потом Второй символ Это типа значка Новор Винтера да Гладик такой Но это тут Они еще каждый раз смещаются Что довольно странно Вот он Это понятно как выглядит Да Вот он Дальше С точкой двумя палками вниз Вот он Все ясно Специально ходит мешаться И четвертый это разные стороны загогулины по центру Нет Что-то типа что-то что-то Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну молодцы разработчики, вот ну... Ну по идее-то вот так вот должно было быть неожиданно, когда издалека вот это... Аплодисменты. Продолжение следует... Справедливости ради, хочу заметить, что такое хрень раньше не было в оригинальной версии этого ремастера, то они даже не проверили, что она просто палится. То есть по идее вы должны были идти, в те с темноты идти, 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 и резко перед вами тело должно быть растерзанное на алтаре... То уху убить... Кстати, он похож на Ватсона... Весь кайф обломали, уроды... Какой ужас! Угу... Указательный палец правой руки испачкан пыли... Все, ну это ссадина, так полагаю... Этот человек бился до конца. Разбитая статуэтка может многое рассказать об этой битве. Угу... На среднем пальце левой руки небольшая... Это он булавкой продырявил, скорее всего, и сделал эту зарисовку. Да. Скорее всего, так и есть. Ну, все, что могли осмотреть. Судя по слишком притальной части промежности, скорее всего, ему хозяйство отрезали. Привет, Ктулху. Это послание написано на неизвестном мне языке. Мне нужно скопировать это сообщение до появления полиции. Стадо булавов действовало бы аккуратнее, чем местные стражи закона. Хе-хе-хе. И как мы это будем копировать? Это послание написано на... Мне нужно скопировать это сообщ... Это послание написано Мне нужно скопировать Либо мы найдем как скопировать Либо я хоза Ладно, давайте посмотрим что тут у нас Жуткие зарисовки В моурийском стиле может быть Химлаборатория На одной из этих металлических коробочек Виден кусок ярлыка Клеймо в виде цветка Похоже это Эдельвейс Черный Эдельвейс Весьма редкое растение Я должен отнести содержимое этого ящика На Бейкер Стрит Его нужно тщательно проанализировать Окей Что тут у нас Знакомый запах В воде содержится Очень сильный опят Ну это многое объясняет Значит здесь приготовили смесь Которой опоили Слугу раба Стенвика При чем его похитить Тут эти же коробочки вроде как Ну это уже какие-то индийские божества Калия непальские Тут спальники Да Кали Отчетливо прослеживается образ Кали Одну из богинь индуистов Ух Весело Похоже на эти изображения Коробка с медальонами в виде пеликана Точно такое же мы видели у непальцев Ценности никакой не представляют Но вполне себе симпатичные Ну да Да значит Это они Раздавали Эти Медальон Называем так Или что Фигурки Ну да Медальон с пеликаном Своим Может быть так сказать Следующим или будущим Потенциально последователям Которых потом похищали Ну и очевидно Что это руки Ктулху Ну руки Щупальца Ну тут я смотрю Разработчики игры Еще связывают Мифологию Ктулху С индуистской мифологией С маурийской Это отчетливо прослеживается Очередное божество Причем по форме груди Можно даже предложить Что это женщина Ну Аллюзия на калия Одну из форм Это может мне пригодиться Уголь Тут еще бумагу Чтобы скопировать Срисовать-то можно Ну это похожие сумки Вы же видели Они повторяются Да-да-да Опа Одежка На левом рукаве Этого костюма Несколько капель крови Подкладка кармана Разрезана Похоже Внутри Какие-то бумаги Соскное агентство Нордвуд Соскное агентство Нордвуд Все виды розыска Для вас мы Обыщем весь мир 154 Пенсильвания Лейн Бостон Массачусетс Ага Это я так полагаю Это многое объясняет Сейчас он сделает Какие-то комментарии Или нет Никаких Ну тогда я прокомментирую Это Я так полагаю Вот это Теймс Колби Частный сыщик Детектив Который отправился сюда Ну как так можно было накосячить Ну это нелепо просто Ну вот объясните Главная комната Главный объект В ней Разрабы Ну как вы тестировали Вы вообще тестировали То что вы делали Он был сыщиком Который прибыл Из Америки В Англию Возможно кого-то искать Скорее всего Тоже кого-то похитили И он В своих сысках Дошел досюда И его конечно же Сектанты Принесли в жертву А тех Кстати говоря Возможно что-то Не приносили А на пробел Можно подсвечивать Прикольно Я и не знал Это нововведение Такого раньше не было Тут символы С храма в подвале Перекопированные Хотя можно было бы Другой стороной положить Чтобы не мешало Ничего Получилось Отличная копия Этих символов Браво Холмс Все И что теперь На этом все осматривали Без сомнения Производная опиума Вы правы Это тот самый опиат Холмс Неужели мы напали На след наркоторговцев Ну это слишком мелко Для них Ну это все мы посмотрели Ну давайте еще раз Пробежимся Может быть мы На пробеле Может быть мы что-то Родь нет Ну все Свалим тогда отсюда А что еще смотреть-то Вот эта штука пугает Согласитесь Неожиданно так появляется Мы же ничего не забыли Я надеюсь Мне незачем туда идти Походу забыли Ватсон призрак Выглядит жутковато Да Вот так вот Идешь по туалю Такая штука на тебя бежит А он кстати бегает за нами Ну Значит По мнению игры Мы что-то не сделали еще А что мы Можем сделать Не Правда Что мы можем еще сделать Вроде как все А это его униформа Была маскировка А это он Не А правда Как бы текст-то мы скопировали А что еще надо Ну Вимха мы сделали все Ну давайте А Опа Какой странный рисунок Прямоугольник с крестом внутри В пыли на полу Рисунок пыли В пыли на полу Тайна комната Подвал Склад номер 12 Был на черчен Странный рисунок Прямоугольник внутри него Крест Видимо этот человек Помешал похитителям Когда они перевозили Свои жертвы О чем вы говорите Здесь несколько дней Держали похищенных людей Жертв было много Поэтому их накачали Наркотиками Чтобы держать под контролем Затем бродяги Нанятые Грязнули Сомерсом Погрузили людей В ящики Украденные со склада Прошлой ночью Ящики Перетащили на корабль Место назначения Пока неизвестно О боже Холмс Смотрите Покажите Идемте, Ватсон, здесь нам делать нечего. Храм под складом номер 12. Среди моих открытий я пришел к следующим заключениям. Похищенных людей держали под землей по несколько дней. Количество узников было значительным, поэтому было необходимо использовать наркотик, смесь опиума и морфия. Чтобы сделать их покорными. Затем грязнули, Сомер сгрузил их на корабль в ящиках из-под парусов. По информации полученного трактирщика, погрузка производилась ночью, последний раз вчера 5 сентября. Куда переправляли этих несчастных, остается неизвестным. Срочно доставьте это мистеру Холмсу в клуб Диоген. Дождитесь ответа. Мой дорогой Майкрофт обязательно ответит, как бы он ни был занят. Что это вы, чёрт возьми, делаете, Холмс? Я посылаю письмо моему дорогому брату, которому прилагаю странные знаки, найденные на камнях храма. Возможно, он сможет разобраться с ними. Хорошо, Ватсон. Мне необходимо выяснить, что было в металлических ящиках, которые мы нашли в том... необычном храме. Это надо похимичить нам. Но под микроскопом мы ничего не глянем. Ничего. А, разрез сделал порошок. Знакомая же частица. Очень занятная смесь. Сейчас он установит, что они... что эта смесь идентична той, что была тогда, да? Возможно, надо подогреть. Этот запах. Бесспорно, производные опиума и морфия. Та же смесь, что и в шарике, найденном в поместье Стенвика. Но это многое объясняет. Итак, Холмс, каков результат анализа? Это, несомненно, опиат. Однако кое-что меня беспокоит. Все указывает на то, что это вещество использовалось в больших количествах. Однако ни один аптекарь в Англии не продаст такое количество, так как это слишком рискованно. Вариант импорта тоже не подходит, так как на таможне никогда бы не пропустили. Спешу верить вас в обратном, Холмс. Что вы хотите сказать, Ватсон? Не забывайте, что я доктор, и мне иногда приходится применять сильнодействующие препараты, в том числе и опиаты. Когда такие препараты импортируются с континента, они имеют особый статус, и таможенные инспекторы никогда не вскрывают посылки и не проверяют на соответствие заявленному количеству. Опознать ящики и пакеты с такими препаратами можно по специальным ярлыкам с отметкой Медицинской академии страны-производителя, с которой у нашей академии заключено соглашение. Я не знаю, из какой именно страны этот ящик, но мне кажется, часть ярлыка сбоку поможет нам это выяснить. Доктор, я не перестаю вами восхищаться. Вы решили эту загадку. Нельзя терять ни минуты. Мы должны поговорить с таможенным инспектором на пристани. Что, прямо сейчас? Все бросить и... Иди его искать. Ну ладно, в баре нам подскажут. Сэр, вы нашли, что искали? Да. И нет. Скажите, а где мне найти таможенного инспектора? Парня зовут Бед Доус. И в это время он должно быть на пирсе у кораблей. Благодарю вас. Вы мне очень помогли. Рад помочь, сэр. На пирсе кораблей, значит. Вот и пальцем-то пыхнулся. А, закрыто уже. Их, кстати, тут нет. А куда они делись-то? Я понимаю, там легли бы спать, еще что-то. Ну, блин, их тупо нет. Что их уже тоже похитили. Наверное, здесь имеется в виду вот эта вот штучка, да? Записка таможенника. Орелли пришел мальчик и сказал, что Сондора рожает, я отец. Лодка готова. Рестры. А, реестры лежат неподалеку, ты без труда их найдешь. Фило. Будем надеяться, в этих журналах есть то, что мы ищем. Они должны быть где-то здесь. А вот они. А вот и регистрационные журналы. Здесь идет речь о каких-то особых поставках. Так. Так. Ничего конкретного. Единственное, что можно понять, все эти товары хранились на складе номер 16. Лучше оставить эти журналы здесь. Здесь хранились железные ящики, которые мы нашли. Возможно, в этом месте удастся разыскать какие-нибудь улики. Тут закрыто. Не знаю, как нам открыть эту дверь. Мерзкий деготь я. Все ботинки перемазал. Знаете, Ватсон, среди этих следов я нашел кое-что интересное. Вот эти, например, мне кое-что напоминают. Для начала ключ заберем, наверное. Что, ключ его не интересует? Ну ладно. Размер, несомненно, сороковой. Подошвы подкованы. Ну, гвозди все на месте? Нет. Ну, гвозди-то на месте? На правой подошве не хватает гвоздя. Ах, Ватсон, наше дело продвигалось бы гораздо быстрее, если бы я чаще использовал разум, данный мне Господом. Если вы когда-нибудь напишите об этом рассказ, ваши читатели определенно во мне разочаруются. Мне стоило быть внимательнее, когда мы осматривали склады, потому что этот отпечаток схож со следами в саду Стенвика. Нам остается лишь пойти по следу и выяснить, куда он ведет. Похожие следы. Отпечатки обуви, найденные в саду мистера Стенвика, очень похожи на некоторые следов, оставленных у склада номер 16. Обувь 40-го размера, подкованы гвоздями, и в обоих случаях правоподушник от этого гвоздя. Угу. Ну, пойдемте посмотрим, куда они ведут. Мне кое-что нужно. Ключ. Ну, тут... Ну, это глупо. Не, я понимаю, что здесь мы ради вот этой бумажки, но... Вот что это? Ммм, ладно. Вот и ярлык. Этот не так сильно поврежден. Институт Черный Дельвейс, 1896-16-11. 16-го, я так полагаю, ноября 1896-го. Ну, 11 месяц, скорее всего. Великолепно. Теперь мы знаем, откуда взялась вся эта контрабанда. Ватсон, возвращаемся на Бейкер-стрит. Угу. Мой брат Майкрафт ничего не передавал? Кажется, я видел на столе конверт. Ответ Майкрафта. Шерлок. Агентство Нортууд находится в Америке, в Бостоне, штат Массачусетс. Они занимаются широким спектром тайных расследований, но специализируются на международном розыске пропавших людей и предметов искусства. Большое количество успешно раскрытых дел создало им великолепную репутацию. Эймос Колби – это их агент, он работал в Европе. Он подходит под данные тобой описания. К сожалению, информация о его последнем расследовании пока остается конфиденциальной. Прилагаю примерный, довольно грубый перевод найденных тобой символов. Должен заметить, он весьма туманен. Сложением Майкрафт. Угу. Странная Ода. Да пройдут твои личинки сквозь эфир, звезд, как черви через мякоть плода. Будем ждать твоего пробуждения, чтобы прославлять тебя. Свет из бездны – он тот, кого ты выбрал, чтобы показать нам красоту глубокой тьмы. Свет из бездны – он тот, кто носит твой знак на теле, он пролишит тебе. Свет из бездны – на его призыв отвечают глубины, и мы ответим во имя тебя. Свет из бездны – его тело водоросли, его тело спрут, его голос – твой голос. Пусть сон о возвращении великих совершится. Итак, тот бедняга, которого мы нашли в подвале склада – подлинный владелец расписанного кровью паспорта. У него был проколот средний палец на левой руке. Значит, он сам нарисовал это, пока его держали в плену. Но как он здесь оказался? По какому поводу? В любом случае, если у этого детективного агентства такая хорошая репутация, значит, там действительно работают профессионалы. Поэтому последнее, что сделал в жизни этот человек, попытался что-то сообщить людям, которые придут его искать. Помните, Ватсон, его указательный палец был в пыли. Мы ведь нашли рисунок на пыли. Именно так, Холмс. Знак плюс в прямоугольнике. Давайте подведем итоги, Ватсон. Судя по всему, нескольких человек силой затащили в подвал склада 12. Вели им наркотик. А затем в ящиках переправили, скорее всего, на корабль, идущий в неизвестном нам направлении. Таким образом, в Лондоне мы больше ничего нового по этому делу не узнаем. Эти люди, кто бы они ни были, пока на шаг нас опережают. Однако увеличить это расстояние мы им не позволим. Мы должны ехать. Но куда? У меня появилась мысль. Знак плюс прямоугольники и Эдельвейс. Это ничего вам не напоминает? Куда вам следует направить для продолжения расследования? Не, ну это очень легко. И, по-моему, все, кто... Ну, я надеюсь, что все, точно большая часть, догадалась, что мы сейчас напишем. Но прежде чем это, я хочу своими мыслями тоже поделиться. То есть, существует некая мрачно-жуткая организация, судя по всему, секта, которая занимается контрабандой наркотиков и людей. Возит наркотики, как бы на законных основаниях, ими отурманивают людей. Вообще, набирают людей, типа у нас тут какое-то братство и прочее. Дают им пеликаны, те приходят, по пеликану они опознают, что это их жертвы, нужные люди их ловят, урубают, опаивают наркотой, закидывают туда, а потом перевозят уж куда-то. Контрабанда людей. Зачем? Неизвестно. А насчет этого все очень просто раскрывается. Ларчик просто открывается. Если брать ассоциацию со странами, в какую страну нам направиться? У стран есть флаги, да? Флаги прямоугольные всегда, а стран с плюсом... Если предположить, что он нарисовал флаг там, да, на пыли, то таких флагов всего лишь два. В форме плюса можно выделить, вспомнить. Это флаг Швеции. Синий и желтый, скандинавской страны. И второй это Швейцария. Красный флаг, на нем белый плюс. Прямоугольник. Но! Вторая догадка. Эдельвейс. Эдельвейс это растение... Горный цветок, который растет высоко-высоко в горах, до которого сложно добраться. Лишь коснуться Эдельвейса и живым прийти домой, как пелось в одной песне. Очевидно, что здесь подразумевается Швейцария, потому что Швейцария горная страна, там растут Эдельвейсы. Но в Швеции, как бы, сами догадываетесь, там, конечно, есть горы, но она никогда не славилась Эдельвейсами. А вот в Швейцарии славилась. Так что ответ у нас будет, конечно же... Естественно, Швейцария. Послушайте, Ватсон, давайте разделимся. Я возьму на себя обязанность сообщить о смерти мистера Колби, так как это дело требует деликатности и такта. Спасибо. Ватсон, ничего личного. Вы знаете мой принцип. Каждый должен заниматься своим делом, Ватсон. Так вот, вы закажете для нас два билета на континент и попытаетесь выяснить, существует ли где-нибудь в Швейцарии институт Черный Эдельвейс. Именно там надо искать ответы на все наши вопросы. А теперь поторопитесь, время не ждет. Что я вижу, Холмс? Бульварное чтило? Я-то думал, вы снова с головой зароетесь в архив газетных сводок, чтобы выяснить, не случалось ли чего-нибудь подобного раньше. А вы читаете о невероятных приключениях вымышленного персонажа. Вы заблуждаетесь, если думаете, что популярные книги не могут помочь нам в нашем деле, дорогой Ватсон. Кроме того, не меня ли самого, многие ваши читатели считают вымышленным персонажем, а все мои приключения невероятными. Холмс, это уж слишком. Тут, кстати, отсылка. Ватсон, хватит об этом. А отсылка в чем заключается? Некоторые усматривают в докторе Ватсоне образ Кунадуэла. У меня от этой статуи тоже врач, тоже пишет. Что касается поездки в Швейцарию, у нас с этой страной связаны довольно неприятные воспоминания, не так ли? Все это в прошлом, Ватсон. Однако сам я в Швейцарию ехать пока не намерен. Как только мы прибудем в Лион, наши пути на некоторое время разойдутся. У меня есть дела в другом месте. Но, Холмс... Вы доктор и сможете продолжить свое расследование в институте Черный Эдельвейс, не вызывая лишних подозрений. Мое присутствие рядом с вами напротив может только помешать делу. На этом листке я запишу имя начальника полиции, который служит в ближайшей к институту деревни. Если заметите хоть что-то подозрительное, обязательно обратитесь к нему. А вы, Холмс? А я, Ватсон, постараюсь подойти к этому делу с другой стороны. Ну, вообще-то тут уже надо закончить часть, но не могу же я ролик промотать. Это будет преступление. Институт Черный Эдельвейс. 11 сентября 1894 года. Постоянно будьте на чеку, Ватсон. Если заметите какие-то необычные вещи, какими бы незначительными они вам ни казались, немедленно отправляйтесь в долину и найдите начальника полиции Билгера. Я хорошо его знаю, и ему можно доверять. Я уже сообщил ему о вашем прибытии в его округ. Он окажет вам любую помощь при необходимости. Величественное жутковатое здание. Можно характеризовать так. Ну, я бы не отказался от такого бы особнячка. По экстерьерному дизайну. Спокойствие, только спокойствие. Кучер, подождите меня здесь. Мне незачем туда идти. Мне незачем туда идти. А, незачем, ну ладно. Ладно, вот на этом мы сегодня с вами и закончим. Итог сегодняшний. Мы с вами отправились в порт, продолжать расследование, узнали много чего интересного. Оказывается, это не просто сбежавший слуга араб, а по сути дела похищенный. И похищенный очень серьезной организацией международного уровня, которая связана с какими-то оккультными, жестокими, таинственными ритуалами, с человеческими жертвоприношениями и прочим. Ну, явно сктулф, потому что мы уже видим его статуэтки тут. Ну да, это все нас приводит в Швейцарию, в Институт Черный Дельвейс, а то, что там будет, мы с вами уже узнаем в следующей части. На связи с планом Кабарский мы заканчиваем. Всем спасибо за внимание, увидимся с вами в следующих видео, на нашем с вами старом добром консервативном канале. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok